В годы Великой Отечественной войны земля сельского поселения Ершовская оказалась на линии фронта. Прорываясь к Москве, фашистские войска стремились захватить Звенигород. 19 ноября 1941 года начались бои за его окрестности. Яростные атаки фашистов сдерживали части 144-й стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Пронина. На защиту родной земли встали и местные жители, которые вместе с солдатами рыли окопы, подготавливали огневые точки, сооружали противотанковые и противопехотные ограждения. Храбрость и самоотверженность советского народа позволила сдержать наступление врага и перейти в контратаку. Цена этому – десятки тысяч человеческих жизней. В Ершовском поселении насчитывается 13 братских могил. Одна из них находится у Троицкого храма, где и состоялся митинг-реквием. На всех 13 братских могилах 9 мая мы проводим митинги. С утра зажигаем вечный огонь в Одинцово на памятнике вечного огня в центре нашего района. Везем его на все памятники. Проводим мероприятия, возложение венков, чествование ветеранов. Сколько человек нашли здесь у храма свой последний покой – точно неизвестно. Почтить память павших и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в победу, пришли местные жители – и взрослые, и дети. Среди собравшихся были и почетные гости – герой России Лариса Лазутина, генеральный директор Мособолгаза Дмитрий Голубков. Свои пожелания и поздравления с наступающим праздником ветеранам попросил передать и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Разрешите мне от имени администрации Одинцовского муниципального района, от имени главы района Андрея Робертовича Иванова, поздравить вас всех с замечательным наступающим праздником – Днем Великой Победы. Да, это уже второй год. Второй год шагает проект главы района «Салют Победы». В прошлом году наш замечательный проект Одинцовского муниципального района собрал 70 тысяч соратников. От поселения к поселению переходят символы эстафеты – точная копия знамени Победы, армейская каска и трехлинейная винтовка Мосина. Глава Ершова передал их главе Захаровского поселения. Память павших за нашу родину почтили минуты молчания. Завершилась акция возложением цветов к мемориалу. Эстафета «Салют Победы» дает возможность молодому поколению выразить свою благодарность за мир, а ветеранам – возможность убедиться, что современная молодежь не такая уж и плохая, и что и сейчас есть кому защитить нашу родину. Участвуя в этих мероприятиях, я как российский военнослужащий понимаю, что в любой день может настать опять война, тем более сейчас внешняя политическая ситуация довольно-таки трудная, и что мне нужно будет точно так же самоотверженно защищать свою родину, как и когда-то это делали мои прадеды, деды. В рамках эстафеты «Салют Победы» во всех поселениях будут проводиться экскурсии по местам военных сражений, лекции, концерты, конкурсы рисунков и военных песен. Но самое пристальное внимание будет уделяться живым героям – ветеранам Великой Отечественной войны. В Ершово их осталось всего 12. В преддверии 9 мая глава поселения планирует посетить каждого из них, чтобы поблагодарить, поздравить и при необходимости оказать помощь.